Уроки мужества уже давно стали неотъемлемой частью военно-патриотического воспитания школьников Славянского района. Пообщаться с ребятами на них приходят только самые достойные люди, не понаслышке знающие о воинской доблести и чести. В преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в средней школе номер 3 прошел урок мужества, на который был приглашен участник боевых действий в Афганистане Сергей Бурбыко. Много песен сложено о трагедии Афганской войны. Режиссеры сняли не один трагичный фильм о ней. Но одно дело, когда рассказы о тех страшных годах слышишь с экрана, и совсем другое – услышать живой рассказ человека, который своими глазами видел все это, который выполнял боевые задачи и терял под обстрелами друзей. За умиранием сердца слушали учащиеся старших классов средней школы номер 3 рассказ непосредственного участника афганского конфликта Сергея Бурбыки. Он поведал о том, как попал в десант, как почти два года провел в Афганистане, и о первом боевом выходе, в котором получил ранение, из-за которой был удостоен медали за боевые заслуги. Упал среди камней, встает такая полная луна из-за горы, из горы спускаются душманы. И потом чувствую, что меня за ноги тянет ночью. Я подумал, что у меня уже душманы волокут. Но это оказался мой сослуживец, такой же, как я, молодой по призову, казах по национальности. Он мне дал свой автомат, говорит, ты отстреливайся, а я буду тебя вытягивать. Мы воюем за счастье братского афганского народа. Под таким девизом – 18-летние советские необстрелянные мальчишки гибли в незнакомых горах. Исторические справки, подготовленные к уроку мужества, позволили ребятам сложить общую картину тех событий. Больше узнать о необъявленной войне, которая продолжалась почти 10 лет, и на которой наша страна потеряла порядка 15 тысяч молодых мужчин. Участники урока мужества зачитывали отрывки из писем, которые мальчишки-афганцы писали домой. В них уверенность в своих силах и забота о родных. Но авторам прочитанных посланий было суждено вернуться домой так называемым «грузом-200» и навечно остаться молодыми в памяти друзей и близких. Темы, поднятые на уроки, глубоко тронули ребят и заставили по-настоящему задуматься о том, как бы они, подростки 2019 года, поверили себя на месте советских молодых людей. Хотел бы оказаться на их месте, помочь родине, защитить ее. А не страшно? Страшно, конечно, но долг защитить свою родину. Это трудный вопрос. С одной стороны, нужно идти защищать родину, а с другой стороны, если не вернешься, то больно будет родным. И, честно, я не знаю, что бы я ответил. После окончания службы в Афгане Сергей Бурбыко вернулся к мирной жизни. Женился, устроился работать. Но о тех годах, которые ему пришлось провести в горячей точке, он не жалеет. Испытал, во-первых, себя, чего я стою на этой жизни. Приобрел очень много боевых друзей, настоящих друзей по всей стране. Если бы, говорится, вернуть все это время назад, я бы поступил точно так же. Так же рвался бы в десантные войска. Поэтому ни о чем не жалею. Старшеклассники активно задавали вопросы гостю. Ведь знать и помнить историю своей страны – это первейший долг каждого ее гражданина. Мне очень интересно. У нас в школе всегда проводятся какие-то военно-патриотические мероприятия, классные часы, нам все это рассказывают. Это очень интересно. Мне нравится смотреть фильмы, как бы все чувствовать, что переживали наши предки. Мы не должны забывать то, что произошло ранее. Мы должны помнить это и уважать всех людей, которые защитили нашу Родину. Еще 10 лет назад гостями на руках мужества были ветераны Великой Отечественной войны. Но годы идут и забирают наших ветеранов. Понимая важность военно-патриотической работы, эту эстафету у них переняли воины-интернационалисты. Я считаю, надо воспитывать патриотизм наших молодых поколений. В каждое поколение были свои герои. В моем поколении, когда я служил, были в Чеченской войне, были свои герои тоже. Я так считаю, что у русских это заложено в крови. А воспитывать именно в таком возрасте надо, чтобы у них было прививать им любовь к родине, патриотизм, чтобы они любили свою страну. Такие встречи – это не просто урок истории. Это урок настоящего патриотизма, мужества и чести. Тех качеств, которые должны быть в каждом юном россиянине. Мария Климова, Игорь Ванчуков, программа «События».